Сегодня мы будем устраивать разбор помылы из магазина и рассказывать, чем же она плохая, чем же она хороша. Первая попавшая. Да, я купила попавшаяся помыла и Алена сейчас мне расскажет, правильно это сделаю или нет. Да, но не совсем, не совсем правильно. На самом деле есть такой секрет. Давай скажем, что всем привет. Да, ну всем привет, да. Давай, рассказывай. Хорошо. Я готова к критике. На самом деле помыла чем светлее, тем слаще. То есть максимально должна быть светлая кожура. Если на кожуре присутствуют зеленые элементы, это значит, что плод будет кисленьким. Если на кожуре присутствуют розовые пятнышки, значит плод будет горчить. Я хочу тебя уже порадовать, однозначно горчить наше помыла не будет, но будет, конечно, немножко кисловата. Ну, это очень понравилось. Да, да. Сейчас мы будем ее резать и очень интересно, что кожура и вот все вот эти вот ее, так сказать, оболочки, нет, наоборот, оболочки вот эти занимают больше, чем 30% от самого фрукта. Но по весу, основной вес занимает непосредственно мякоть. И чем тяжелее помыла, тем она будет вкуснее, тем она свежее, даже свежесть можно определить по весу, тем она будет слаще. Поэтому вес у нас достаточно приличный. Мы можем рассчитывать на то, что все-таки зеленый цвет кожуры не очень нам испортит этот вкус. Ну, не такая уж и зеленая. Да, да, да. Мы достаточно много отрезаем, прям даже так это жестко происходит, и доходим сразу до сердцевины. И вот здесь везде мы также жестко будем с ней сейчас обращаться. И вы увидите, насколько много у нас кожуры получится. Это будет, ну, минимально 30%. Это как пенопласт, да? Да, слушай, я бы с губкой сравнила в чем-то, когда у вас пенопласт. Памела бывает разных видов. Она бывает розовая внутри, она бывает розовая снаружи, она бывает зеленая снаружи и красная внутри. Очень вкусная тайская памела. Она бывает очень редко, всего один месяц в году. Вот, если вдруг вы ее ухватите, обязательно берите и бегите. Это ноябрь. В ноябре месяце бывает. А вот, кстати, такая достаточно классическая памела, которую мы встречаем в наших магазинах, это страна происхождения Китай, и у нее сезон как раз таки декабрь, январь, февраль. То есть самое время, когда вы можете приобрести, или даже немножечко марта она задевает, когда вы можете с высокой вероятностью приобрести свежую, спелую памелу, так как у нее сезон. Видите, как много кожуры у нас? А мы все еще продолжаем. Мы все еще очищаем и отрезаем. Видите и помыла. Это совершенно все разные фрукты. Даша, я больше тебе скажу, что с грибфрутом у помылы тоже никакого нету, так сказать, родства. Совершенно разные цитрусовые, совершенно, там, ничего еще. Биологически, ой, биологически они совершенно, там, не связаны друг с другом. Генетически, да, скажи. И странно, что в нашей стране до сих пор выбирают, делают выбор в пользу грибфрута или апельсина, потому что все-таки у Павла есть неоспоримое преимущество. Она очень круто влияет на нервную систему и на гормональную. То есть она действительно помогает успокоиться, помогает снизить уровень стресса. И, кроме этого, вот этот вот гормональный и женский фон, это, конечно, очень важно. Все. О, как-то с ней жестко. Да, сейчас мы сделаем на Бабалан. Чтобы показать вам, какая же она внутри, вот такие вот интересные дольки, хрустящие, сочные, похожие, опять же, на дольки апельсинки. Ну, я вот такую вот примерно ее, да, и покупаю обычно. Да, сочный такой вкусный запах. Сейчас мы опять будем экспериментировать на Оле. Оля, пробуй и скажи. В итоге нам на руку сыграл вес или то, что она была немножко зеленовата, отдала кислинку? Ну, она, я скажу, не особо кислит, но она, мне кажется, суховатая чуть-чуть. Суховатая свидетельствует о несвежести. То есть если суха не хватает, она, скорее всего, полежала в магазине. Давай, я тоже попробовала? А, да, давай. Ну, вот так он, дальше надо будет. Я промотал руками чуть-чуть. Небольшая весенка есть, видишь? У нас здесь еще розовые волокна. Они дают не небольшую горчину. Да, очень макаянно. Видишь, они наружу не проникли, но внутри оказалось, что они все-таки есть. Итого, нам нужно выбирать максимально светлую, помылу без розовых и зеленых оттенков, максимально тяжелую, без пятен на кожуре и лучше всего в сезон январь-февраль-март. Чтобы точно... Ну и если тайску, то... Если тайску, то ноябрь-декабрь. Был ли вам полезен наше раздербанивание помыл? Да, измучивание, по-моему. Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь, и мы для вас снимем много еще. И мы раздербаним еще какой-нибудь рог специально для вас. Что это будет раздербанить для вас? Все, всем пока. Пока.